дорогие друзья, привет! сегодня я вам расскажу про, простите за неприличный жест, средний палец он соответствует стихии воздуха у нас, согласно индийской интерпретации существует китайское, с системами тонких меридианов, каналов, или так называемых чудесных меридианов но там в соответствии с пальцами иное можно сказать более сложное, потому что связано в том числе и с медицинскими делами, с рефлексотерапией, с иглоукалыванием что нам нужно знать, как мы с вами активизируем вот этот палец этот палец соответствует энергии Вишну Вишну это сила, отвечающая за сохранение существующего порядка вещей в мироздании энергия Брахмы создает, энергия Вишну сохраняет, энергия Шивы в должный момент разрушает у нас это эмоциональный план или сердце вот здесь как мы замыкаем пальчики на правой руке кончик среднего на кончик большого колечко получается колечко плотное, остальные пальцы слегка расслаблены несколько секунд ждем руку можно держать на другой руке можно положить на бедро или колено, когда вы сидите после этого немножко расслабляем колечко, остальные пальцы напрягаем чтобы центр ладони напрягся тоже держим несколько секунд мягко, спокойно дыша, наблюдая за ощущениями в кисти затем делаем вытянутый вариант колечко тоже несколько секунд спокойного дыхания наблюдаем за собой затем колечко кругленькое плотненькое и пальцы тоже плотные, но не перенапряженные что касается активизации именно конкретно среднего пальца и конкретно большого в этом пальцевом замыкании кончики пальцев левой руки делают вот такие вот схватывания до основания пальца потом немножко перемещаются и точно такие же схватывания снова чуть перемещаются и снова схватываем а потом уже по ходу движения мы делаем такое подкручивание так, чтобы по всей протяженности пальца с разных сторон кончики пальцев его подсхватывали выполняется это от 3 до 5 минут одной минутки маловато так, у меня демонстрационная версия я показываю чуть короче, чем это продолжается как правило, этого хватает но в некоторых случаях когда энергия воздуха или тактильных ощущений потому что воздух связан не только с легкими но и с кожей заблокирована помогает следующий прием на левой руке вот такая вилка из указательного среднего пальца и несколько раз выполняются снимающие движения основное внимание на боковые поверхности после нескольких снимающих движений ну, как вы, наверное, можете догадаться выполняется надевающие движения от кончика среднего пальца все пальцы берут щипой так, чтобы большой палец оказался на подушечке и с напряжением немножечко подкручивая к основанию так, чтобы кончик в крайнем положении уперся ближе к центру ладошки потом снимается и снова надевается немножечко подкручивая к основанию так мы лучше начинаем чувствовать этот самый средний палец что касается большого пальца как же мы с вами локти визируем помогает специальная пальцевое замыкание которое называется свастик мудро ладошки делаются вместе потом большие пальцы отставляются вверх и правая рука немножко смещается кончик большого пальца располагается в районе груди примерно по центральной части там где выпирает на грудине косточка после этого большой палец правой руки делается вот так вот на левую они стягиваются поближе к центру ладошки и растягиваются после чего выполняется вот такая хитрая штука Гару да мудро Гару да мудро правая сверху левая снизу и потом правая рука оказывается снизу левая сверху дальше идет самое интересное слегка размыкаются вторые фаланги больших пальцев и правая рука накрывает большой палец левой а левая правая получается такой секретик внутри вот тоже от трех минут до пяти этот секретик наблюдают это так называемая шиковидная железа у нас в центре головы или третий глаз и затем микроцикл повторяют смотрим левая рука сверху правая снизу руки подстягиваются потом левый большой палец оказывается сверху запись будете смотреть медленно сделаете я думаю получится и затем левый большой палец оказывается снизу вот такой вариант гаруды затем выполняется секретик и левая рука накрывает большой палец правой правая все пальцы левый секретик оказывается в центре ладошек ну и ладошки перед собой вниз удобно если вы сидите то в районе пупка так чтобы запястья были на бедрах прислушиваются к нему как же он ощущается так мы с вами зарядили средний палец и большой можно все то же самое проделать и с пальцем левой руки если есть время то есть его вот так просьб про минают если есть необходимость снимают несколько раз потом вкручивают ну и мы готовы уже на обеих руках сложить кончики большого и среднего пальца концентрируясь на правой руке читают мантру вишну их множество но я свое время остановился на мантре которая отдает дань уважения учителям предыдущего с акцентом на вишну ум оджнаном тамиран дхасия джнана джанна шалакая чакшур мили там ена тасмая шри гуравэна маха Ом Аджнанам Тамирандхасья Джнана Джанна Шалакая Чакшур Унмилитам Йена Тасмая Шри Гураве Намаха. Ом Аджнанам Тамирандхасья Джнана Джанна Шалакая Чакшур Унмилитам Йена Тасмая Шри Гураве Намаха. Небуквальный, но энергетический, смысловой перевод, особенно это касается чудом зашедших на мой канал санскритологов, а также санскритолухов всех мастей. Небуквальный перевод, но смысловой, энергетический. Как пришел ко мне. На левой руке концентрируемся. Когда ты для кого-то свет в окошке, и кошки на душе, и деготь в ложке все ценно. Пациента Авиценна горчинкой исцеляет драгоценный. Несем сквозь все пространства, всем созданием, вселенский свет любви и сострадания. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, вы лучше почувствовали энергию колечка большого и среднего пальца. Про указательный и саму ладошку я расскажу в следующих видео. Ом намашивая. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok